ПАСТУХ, КОТОРЫЙ ОСТАЛСЯ Вы все слышали о пастухах, которые пошли в Ихлеем. Но я не думаю, что кто-то из вас слышал о пастухе, который не пошел. В Библии ничего о нем не написано. Но его история дошла до меня, и я хочу рассказать ее вам. Город в Ихлеем расположен был на холме. Чуть ниже белых стен города, с его круглыми узкими улочками, росли серые оливковые сады. Ниже оливковых садов простирались луга с яркими полевыми цветами. Зеленые луга, служившие пастбищами, спускались до пустынных равнин. Там, среди кустарников и между огромными скалами, росли небольшие участки травы. В этих скалах были пещеры, где обычно прятались волки, а иногда и разбойники. Пастухи, охранявшие свои стада на этих диких пастбищах, не осмеливались оставлять овец от них. Одной прекрасной ясной ночью, много веков назад, четыре пастуха наблюдали за своими стадами. Их звали Самуил, Ездра, Иаиль и Давид. Самуил, Ездра и Иаиль были сильными мужчинами, уже немолодыми, с косматыми бровями и каштановыми бородами. У Ездры волосы были короткими, у Иаиля длинными, а у Самуила с проседью. У них были стада, за которыми они сами ухаживали. Давид был мальчиком с румяными щеками, яркими глазами и сильными гибкими руками и ногами. Он паст стада Авраама. Авраам был богат, но уже стар. Он больше не работал и для ухода за своими овцами нанял Давида. Семья мальчика была очень бедной. Стада четырех пастухов спокойно лежали на поле вдали от города. Самуил, Ездра, Иаиль и Давид лежали рядом. Завернувшись в свои пастушки-накидки. — Самуил! — сказал Давид, приподнимаясь на локте. — Что, Давид? — прозвучал в ответ глубокий низкий голос. — Разве ты не рад, что пасешь овец в Ифлиеме, а не в каком-нибудь отдаленном месте? — Почему, Давид? — сонным голосом спросил Самуил. — Потому что в Ифлиеме должен родиться царь. — Которого мы так долго ждем. Я только сегодня читал об этом в пророках. — Ты только сегодня узнал об этом? — спросил Ездра. — Нет? — живо ответил мальчик. — Я слышал, как моя мать рассказывала об этом с тех пор, как я себя помню. И я перечитывал это снова и снова. — Самуил! — Что, Давид? Как ты думаешь, мы когда-нибудь увидим обещанного царя? — Я не знаю, мой мальчик, — печально ответил пожилой мужчина. Мы долго ждали. И теперь, похоже, у Израиля мало надежды. Но он придет когда-нибудь. Когда-то он придет. — А почему ты спрашиваешь, Давид? — Не могу сказать. Я часто об этом думаю. Что-то заставляет меня думать об этом сегодня. — Возможно, потому что я читал о нем. — Самуил, я бы пошел на край земли, чтобы увидеть младенца Христа. — Ну, тебе не нужно отправляться сейчас, — проворчал Ездра. Ай-Аиль грубо добавил. — Давай спать, парень, уже поздно. Прошло много времени, прежде чем Давид заснул. Потому что его голова была полна воображений и историй о грядущем царе, о котором рассказывала ему мать. Наконец он погрузился в здоровый глубокий сон. Внезапно каждому из них показалось, что что-то прошло над ними и слегка коснулось его щеки. Мужчины постарше приподнялись на локтяк. Но Давид вскочил на ноги. Сначала они увидели только яркий свет, который почти ослепил их. Затем они различили в небе сияющую фигуру и услышали голос, говорящий. — Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Вдруг все небо озарилось светом, и воздух наполнился небесными голосами. — Слава вышних Богу! — И на земле мир! — Человеках благоволение! Пока радостные и испуганные пастухи слушали, свет померк, и голоса уплыли впрочь. — Всем людям! — Людям! — Людям! И все погрузилось во тьму. Какое-то мгновение пастухи смотрели друг на друга в безмолвном благоговении и удивлении. Затем Ездра заговорил дрожащим от страха голосом. — То это было! Давид стоял, потеряв тар речи, а Самуил ответил с благоговением. — Ангелы! — Братья! — продолжал он. — С нами произошло чудесное событие. Прошло много-много времени с тех пор, как ангелы разговаривали с людьми. Затем он подпоясал свою пастушью накидку и схватил посох. — Пойдемте, Ездра, Иаиль, Давид, бежим! — Бежим куда? — спросил в один голос Ездра и Аиль. — Как куда? — В Вифлеем! — Чтобы увидеть младенца! — Разве ангел не сказал нам о знаке? — Давайте немедленно отправимся на поиски младенца, завернутого в пеленки и лежащего в ясла. — В Вифлееме много яслей, — возразил Ездра. — Я не представляю, как мы сможем его найти, — добавил Иаиль. — Боюсь, это тщетные поиски. Он завернулся в накидку и потянулся за своим посохом. — Но я пойду с тобой, если ты скажешь. Итак, Самуил, Иаиль и Ездра отправились. Давид остался неподвижно стоять. — Пошли, Давид, поторопись! — позвал Самуил. Но мальчик не шевелился. — Я не могу уйти! — сказал он. — Не можешь пойти? — в изумлении переспросил Самуил. А Ездра добавил. — Кто совсем недавно говорил, что отправится на край земли, чтобы увидеть царя? — Я так и сделаю, — ответил Давид. — Но овцы! Мы не можем оставить овец от них! — Овцев ничего не будет! — сказал Самуил. — Собаки постражат их! — Сегодня волков нету! — Пошли, Давид! Но мальчик был тверд. — У меня есть хозяин. Он рассердится, если я оставлю овец от них. Да старик никогда об этом не узнает! — успокоил Иаиль. — Аврам Сувор и хозяин! — сказал Давид. Я много раз чувствовал его тяжелый посох на своей спине. Но меня удерживает не это. Я дал ему слово, что днем и ночью, даже перед страхом смерти, я не подведу, охраняя стадо. Идите без меня! Я должен сдержать свое слово! Идите! Нетерпеливые и жаждущие увидеть чудесного младенца, пастухи двинулись дальше. Ездра и Иаиль время от времени ворчали по поводу упрямства парнишки. Но Самуил был полон нескрываемого восхищения. Давид наблюдал, пока они поднимались на холм, найти младенца Христа. Как он мог отказаться от этой мечты? Не выдержав борьбы, он поднялся. Я пойду! Но что-то удержало его. И он бросился на землю, сдерживая горькие слезы разочарования. Через некоторое время он успокоился, найдя некоторое утешение в мысли о беспомощности своей паствы. Внезапно низкое рычание собаки заставило его вскочить на ноги. Но он ничего не видел. Ничего не слыша, он велел собаке замолчать. Через мгновение с тревожным лаем собака снова поднялась и бросилась в сторону. Давид вскочил. Уверенный парень, что райдом опасность. В стадах началась паника. Со стороны дикой местности он увидел худые серые силуэты, быстро приближающиеся к овцам. Волки! Вскочив на камень и, размахивая над головой накидкой, он издал знакомый овцам предупреждающий крик, который собрал овец вокруг него. Овцы Авраама были к нему ближе всех, а за ними стада Самуила, Ездры и Иаиля. Волки убежали. И Давид быстро оглядел свое стадо, чтобы убедиться, что все овцы целы. На востоке пастух знает клички своих овец. С возрастающим чувством облегчения он назвал уже почти всех. Они все были на месте. Нет! Одной не хватало! Кебарбара! Его любимица! Кебарбара означает полосатая. Маленькая овечка была названа так из-за темных отметин на ее шерсти. Помахав посохом над взбившимися в кучу овцами, он несколько раз издал успокаивающий крик. Ху-о-о-о-та! Ху-о-о-о-та! Затем бросился в том направлении, куда ушли волки. На вершине крутого обрыва, на краю пастбища, он остановился и позвал. Кебарбара! Кебарбара! В ответ из-под обрыва послышалось страдальческое блеяние. Спуск был крутой и скользкий. Но Давид бросился вниз, не думая ни о чем, кроме овцы. Вдруг под его ногами камни посунулись, и он полетел вниз. Внизу он поднялся невредимым, а рядом с ним два волка. Ссорились они из-за раненой овцы. Один из них при виде мальчика ускользнул. Другой, почувствовав вкус крови, прыгнул на Давида. Не сумев схватить его за горло, волк вонзил зубы в ногу парнишки. От дикой боли Давид посохом нанес зверю сильный удар по голове и убил его. Его раны кровоточили и болели. Но он обратился к овце с ласковыми словами. «Ке, Барбара! Они поранили тебя, малышка! Но они не убили тебя! Я добрался до тебя как раз вовремя. Ты не можешь идти? Боюсь, что я не смогу тебя нести. Но я помогу тебе! Положи свою голову мне на руку!» Он застонал от боли. Нет, на другую. Он разговаривал с ней, как с ребенком. Раненый мальчик и раненая овца медленно поднимались по крутому склону холма, обходя большие неровные камни. Путь был недлинным. И полчаса назад крепкий парнишка-пастух преодолел бы его достаточно быстро. Но теперь раненая нога двигалась медленно, а рука от укуса была слабой. А раненый ягненок казался очень тяжелым. Путешествие было утомительным. Со множеством остановок. Когда, наконец, они добрались до стада, сбившиеся в кучу овцы все еще дрожали. Давиду хватило сил только на одно ободряющее «У-У-ТА-А-А-А-А-А-А-А-А!» А затем он упал в изнеможенье. Как долго он там лежал, мальчик не знал. Уже почти рассвело, когда со стороны города появились трое мужчин. Это были не пастухи, а старый Аврам и двое его слуг. Окинув взглядом свое стадо, он не увидел пастуха и пришел в ярость. «Давид!» – грозно крикнул он. «Давид!» – но ответа не было. «Маленький бродяга! Он бросил овец? Велика цена его обещания!» «Он будет следить за моими овцами до самой смерти!» «Давид!» «Дайте мне только найти его, и я дам ему то, что он будет помнить дольше, чем свои обещания!» Приблизившись к стаду, он обнаружил лежащего на земле мальчика. «Ах, он спит?» «А солнце уже так высоко! Давай, вставай!» Яростно крикнул он и поднял свой посох для удара. Но в этот момент он заметил бледное лицо и кровоточащую ногу. Рядом лежала раненая овца. Старик опустил свою руку, и в его голосе прозвучала странная, несвойственная ему нежность. «Ах, Давид! Мой мальчик! Ты не забыл о своих обещаниях, Давид! А я почти ударил тебя! Прости мне! Прости мне, мой мальчик!» Затем, повернувшись к слугам, он приказал «Отнесите его в гостиницу и прикажите им позаботиться о нем! Сегодня я сам буду пасти стадо!» Слуги низко поклонились. «Господин, гостиница полная!» Старый Авраам снова решительно скомандовал. «Я сказал, несите его в гостиницу!» «Но в гостинице нет места, господин!» Стрепетом возразил другой слуга. Затем первый слуга сказал «Возможно, в сарае найдется место, господин! Тогда отнесите его туда и скажите там позаботиться о нем как можно лучше! Отправляйтесь!» Слуги унесли Давида, находящегося все еще без сознания от ран. Они устроили его поудобнее на соломенной подстилке в сарае гостиницы. Прошло немало времени, прежде чем парнишка пришел в себя. Когда, наконец, он открыл глаза и снова начал улавливать звуки вокруг, то первое, что он услышал, был слабый крик. «Что это?» — с тревогой спросил он, сидящего с ним рядом Самуила. «Это?» — ответил старый пастух тоном, в котором слышались радость и благоговение. «Младенец, о котором возвестили нам ангелы. Младенец, которого мы пришли увидеть. Мы нашли его здесь, в сарае, в яслах. Могу ли я его увидеть?» «Да, можешь!» — сказал Самуил. И мужчина с серьезным лицом принес младенца и положил его на руки Давида. Младенца, прихода которого люди ждали тысячу лет. Наконец, на бледных щеках Давида появился румянец. Его тело снова стало сильным и здоровым. Он снова вернулся на пастбище. Старый Авраам обнял его. «Прости меня, сын мой. Я был жестоким господином. Ты был очень верен. В награду за это я назначаю тебя над всеми моими стадами. И половина из них будет твоими собственными». Так Давид стал владельцем стада. Все свои дни он был известен среди других пастухов, как тот, кто держал на своих руках младенца Христа. Не было среди них никого, кого считали бы таким храбрым, кротким и мудрым, как он. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...